Это здание постройки 1912 года, значит в будущем году ему исполнится ровно 100 лет. А в начале 20 века здесь располагалось Амурское переселенческое управление. Но если учесть, что большой процент жителей края были переселенцами в то время, то понятно, для чего нужно было построить такое внушительное здание. Ведь делами переселенцев начали заниматься с самых первых дней заселения края. Переселение в Преамурье началось еще в 50-е годы 19 века. По приказу генерал-губернатора Николая Муравьева-Амурского сюда ехали забайкальские казаки. Почему им можно было приказать? Они были люди невольные, потому что служба. Приказ отдан, собираемся и едем. И то у них была альтернатива. Если ты не хочешь ехать, найди себе станичника, который живет в твоей станице, заплати ему сумму, которая идет на переселение, оставайся, а он едет. То есть вот насильственное переселение – это только первоначальное заселение. Это вот именно первое казачье заселение, когда начали стануться казачьи станицы. Крестьянское переселение было вольным. Итак, за военными на Амурье появлялись казачьи, а потом и крестьянские поселения. Осваивали Преамурье в начале выходцы из Самарской, Таврической, Иркутской и Енисейской губерний. Переселялись, как правило, целыми семьями. При переселении каждая семья имела с собой особый документ – ревизскую сказку. Некоторые до сих пор сохранились в Государственном архиве Амурской области. Это пойменные списки людей, переселенцев, которые к нам приехали. Что за сведения здесь даются? Это, естественно, и фамилия, и имя, отчество людей, и члены семьи здесь расписаны. Мужской пол, женский пол. Также указывается, сколько было людям лет, откуда они к нам приехали. Если там вот с левой стороны, причем интересно, в ревизской сказке располагался мужской род, то с правой стороны, как правило, всегда информация о лицах женского пола. Все эти ревизские сказки, а также многие другие документы, которые мы можем сейчас увидеть в Госархиве, хранились в канцелярии военного губернатора. Она располагалась в двухэтажном кирпичном доме купца Антипова, построенном в конце XIX века. Здание сохранилось до наших дней. Оно находится на углу улиц Ленина и Артиллерийской. Из таких документов историки и архивисты узнали, что первая группа переселенцев-крестьян прибыла в Амурскую область летом 1859 года. Было их 110 человек. Это были выходцы из Самарской и Таврической губерний. Прибывая в Благовещенск, переселенцы располагались лагерем, например, на берегу реки, и ждали дальнейшего расселения. Здесь, в переселенческих управлениях, раздавались удостоверения на водворение и водворительные билеты. Удостоверение на водворение, прежде всего, выдавалось на главу семейства. Глава семейства указал всех членов семьи, для чего это делалось. Во-первых, это земельный надел, потому что подушевой надел земельный был. И плюс еще, особенно во вторую волну переселения, во времена Столыпинской аграрной реформы, на каждого члена семьи было положено денежное вознаграждение, то есть льготы по переселению давалось суда. Среди первых поселенцев были и основатели нынешней Астрахановки. На фотографии Матвей Лепехин и Кирей Попов. Эти легендарные первопоселенцы из Таврической губернии были высланы по религиозным убеждениям. Они были малаканами. Это бывший малельный дом малаканской общины Благовещенска. Семья Лепехиных сыграла в становлении этой общины далеко не последнюю роль. Сын Матвея Лепехина, Самойла, считается первым малаканином Благовещенска. Сразу же по прибытии в город он подает прошение военному губернатору об отводе ему места для торговли и постройки дома. В других городах России это было бы невозможно, но в Благовещенске были другие законы. Губернатор Бусе разрешает Самойлу Лепехину стать горожанином. Семья Лепехиных из тех, кому повезло добраться до новых мест и здесь обосноваться. Вообще же само переселение было очень трудным. Тем не менее уже в конце 19 века в переселении участвовали крестьяне из 20 губерний и областей Европейской и Азиатской России. Прежде всего отправляли сюда ходоков. Ходоки приезжали в переселенческие управления. Первоначально это было Сретенское переселенческое управление. Несколько позже переселенческие управления будут созданы на территории Амурской области. Ходоки получали путевую карту Сибири и справочники ходока. В этих документах четко описывалось, как можно добраться до мест будущего водворения, то есть до мест будущей жизни, где будут селиться люди. Возвращаясь назад, ходоки собирали общество. Семь, как правило, ехали пять, десять семей собранные вместе. Собиралось общество и уже выдвигалось дорогу. Желающие переселиться крестьяне писали прошение на имя военного губернатора Амурской области. Далее следовало постановление губернатора, вследствие которого эти крестьяне были зачислены в число государственных крестьян Амурской области. На первом этапе колонисты добирались до Амурской области сухопутным путем, чаще по железной дороге до Сретенска. Затем пересаживались на плоты или в кибитки. Но сложные погодные условия, отсутствие средств, болезни, все это могло задержать их в пути. На переезд тратили от одного до трех лет. А по прибытии на место новоселов ожидали еще большие трудности. О том, каких трудов и лишений стоило нашим прадедам освоение при Амуре, свидетельствует трагическая история деревни Белогорье. Не зная капризного характера Зеи, переселенцы первоначально обосновались на самом берегу реки. Они распахали участок целины и начали строить жилье. Однажды, октябрьской ночью, случился пожар. Огонь уничтожил почти все имущество и запасы хлеба. Всю зиму переселенцы бедствовали в сырых землянках. Наступила весна. Едва белогорцы справились с полевыми работами, как началось наводнение. Река погубила посевы и огороды. От сибирской язвы упала весь скот. Люди повально болели лихорадкой. Евгений Сычевский из книги «Амурская область. Прежде и теперь». В начале переселенческое дело находилось в ведении Амурского окружного полицейского управления и заключалось в устройстве переселенческих бараков. Но уже в 1894 году постановлением военного губернатора генерал-майора Дмитрия Арсеньева был образован переселенческий комитет с целью оказания помощи переселенцам. А через два года учреждена должность чиновника по переселенческим делам. На всем пути следования колонистов переселенческие управления занимались их медицинским обслуживанием, а на местах прибытия и расселения еще и агрономическими изысканиями. Потому что крестьяне, приезжая сюда, сталкивались с проблемой, что семена, которые они привозили из Центральной России, совершенно не давали урожая в нашем климате. То есть создавались опытные поля, где шла селекционная работа, выводились местные уже сорта растений, посевного материала для того, чтобы получать урожай здесь, на территории Амурской области. Среди переселенцев было много семей бедных. Часто им помогали устроиться на новом месте благополучные к тому времени земляки. Тот же Кирилл Петрович Попов давал новоселам в кредит хлеб, семена, даже скот и оказывал возможную помощь. Как пишет Амурская газета в 1902 году, он безвозмездно кормил 4 года вдов и сирот до 40 душ и постепенно пристроил их в хозяйство. Купил нескольким вдовам места в городе и построил дома. Так всем миром и выживали, и обустраивались на новых местах. В 1907 году в Амурской области наблюдалось неслыханное в край оживление переселенческого движения. Более 10 тысяч человек приехали только за один год. В 1910 уже более 19 тысяч. Работы переселенческим чиновникам и землемерам прибавлялось. В 1912 году в районе улицы Офицерской, нынешней улицы Мухина, было построено трехэтажное здание переселенческого управления. Тогда это было современное здание. Устройство водяного отопления и вытяжной вентиляции было предоставлено торговой фирмой дома Кунста и Альберса. В 1920 году в здании размещались комиссар земледелия и государственных имуществ, в канцелярии отдела земледелия и его подотделов, а в 1920-е годы – губернское земельное управление. Сейчас оно находится на территории одной из воинских частей. Это памятник архитектуры, здание рекомендовано к постановке на госохрану. История этого дома продолжается. Субтитры создавал DimaTorzok